всем привет начиная новый влог и начиная его с фикс прайсом зашла собственно впервые в жизни взяла вот такие салфетки взяла их на работу заметила просто что когда работаешь со свеже отпечатанной бумагой очень сильно пачкаются руки и удобнее конечно воспользоваться такими штуками чем бегать постоянно в туалет и мыть руки вот и походу еще взяла кое-какие новинки появились у нас с такими цветочком ободки для волос но я взяла например маску наносить на лицо чтобы волосы не мешали вот по крайней мере довольно симпатичный там есть разные расцветки розовые персиковые вот такая вот бирюзово-голубая желтая еще какая-то эти самые кто не знает салфетки 55 повязка не знаю по моему 50 рублей появился такой коктейль кстати привет не знаю моя подписчица или просто прокомментировала меня в одном из предыдущих видео написали хватит жрать всякую химоту из фикс прайса так вот это вот привет вам девушка вот появился такой мощный коктейль взяла одну штуку просто попробовать это знаете помните было мороженое просто добавь молока это коктейль вот появились у нас вот эти стейки наконец-то но они подорожали они теперь стоят 77 рублей я их давно искала поэтому пока они есть в продаже я и взяла мне очень нужны были именно маленькие такие я их выбирала долго обратите внимание они кривые то есть но по выбирайте постойте если вам действительно нужно потому что кончики у них кривые ну криво отрезаны в общем здесь бракованные и последнее что взяла тоже давно за ними гоняюсь наконец-то они появились вот такие охлаждающие патчи или маска как это назвать в общем либо охлаждающие либо согревающие ну в моем случае охлаждающие вот очень давно такие скала давно за ними гоняюсь там тоже есть разные я взяла арбузики там в основном киви яблоко апельсин лимон арбузик был один мне понравился арбузик вот так что такие скромные у меня покупки из фикса привет моим хейтером которые очень любят писать всякую хрень по поводу того что я очень много всего жиру всякой химии из фикс прайса вот привет вам пламенный не переключайтесь скоро увидимся друзья всем привет как всегда я на даче и у нас сегодня уже воскресенье мы уже собираемся но просто хотела вам показать какие у нас изменения очень жарко сейчас хоть немножко солнышко зашло за тучку и можно поснимать так что хотела вам показать вот здесь у нас была вишня она засохла мы ее спилили вот тут ли лежит видите сухие ветки здесь было яблоня и сегодня спилила и собственно дом наш преображается как вы видите мы начали уже наносить краску и он должен быть вот такого вот золотистого цвета то есть вот как внизу вот эта часть нижняя уже покрашена вот останется покрасить только все остальное рамы и всякие там мелочи наличники и прочее вот пока что такие новости печальные то есть наша последняя яблоня это загнулась вот больше у нас ничего не осталось в плане там яблоня груша у нас нету и вишня тоже у нас осталась вот она одна и она не плодоносит то есть вот этот куст вот это вишня и она не плодоносит на ней она цветет да но на ней никогда не бывает ягод вот видимо это вот видимо это сорта пылитель а перекрестного опыляющего сорта рядом нету ни на нашем участке ни на соседних вот ну вот так вот выглядит теперь мои цветники пустынные вот теперь надо все засаживать цветами перед отъездом мама еще косят надеемся еще побольше успеть сейчас поужинаем и поедем у нас где-то сейчас пол седьмого вечером вот ягоды я собрать не успела да вот так вот печально выглядит смородина она у нас вся зараженная закручиваются листики ну ничего не можем поделать сколько за ней не ухаживай сколько не опрыскивай она все равно ну такая вот потому что это стеблевая галица от нее не избавишься никогда это надо выкапывать весь куст полностью вот в общем на этой пока ноте закончим дачный влог сегодня едем домой и увидимся с вами в понедельник друзья всем привет хотела с вами посоветоваться у нас тут орхидея или я не знаю какая это из разновидностей в общем проблема в чем я с ними вообще не знакома не знаю как их выращивать как за ними ухаживать в общем у нее раньше цветонос вверх торчал сейчас он как будто бы засыхает знаю то есть что с ней нужно делать может быть ее нужно в более большой горшок пересадить а вообще напишите как за ними ухаживать ну кто знает может быть какой-то определенный полив или какой-то я вообще не знаю чем нужно поливать как поливать я поближе сниму может быть там что-то вы увидите вот в общем такая вот такой цветочек у нас просто вопрос возник потому что никто с ним не знаком конкретно ни у кого дома такого нету а тут кому-то подарили вот в общем жду ваших советов комментариев привет друзья как всегда иду после работы домой только вышло вот у нас сегодня новый день уже собственно вторник ветер сейчас поднялся ну в принципе жарко может дождь пойдет не знаю хорошо бы дождь пошел потому что вообще парит ужасно вот и что хотела сказать сейчас зайду в этот ветклинику у нас Жорику совсем плохо стало вообще короче он совсем хреновый узнаю вообще что делать может быть его усыпить надо потому что он очень плохой вот и что подумала что подписывайтесь не забывайте у меня скоро конкурс у вас все становится больше и больше мы приближаемся к заветной цифре в 500 вот и я подумала что пока я иду вот так вот по красивой липовой аллее что могу иногда коротенькие ролики снимать с ответами на вопросы вот потому что вопросы накапливаются и как-то мне все некогда на них ответить либо я все жду какого-то подходящего момента либо все как бы планирую что мне вам рассказывать что отвечать в общем я извиняюсь что пропадаю в тень потому что против солнца снимаем в общем думаю что будет интересно напишите вот так вот идти просто и болтать по улице отвечать на вопросы кстати если есть у кого вопросы задавайте в комментарии вот в общем подписывайтесь кто не подписан ставьте лайки оставляйте комментарии увидимся с вами в следующем блоге пока пока субтитры